всем привет друзья привет неожиданно но мы с сергеем решили что надо бы нам подискутировать меня отпустили в камеру неожиданно неожиданно не факт что он будет говорить но сидеть будет и мы решили запустить наверное даже целую серию видео потому что так просто да не разобраться сережа говорит надо не по верхам надо глубоко поэтому мы будем глубоко с вами копать о боже вот мы будем глубоко с вами копать стратегию для маленького предпринимателя для маленького бизнеса как сейчас спасать свой бизнес да что сейчас делать стратегические по пунктам чтобы было понятно и так чего нет нельзя плохо с чего мы начнем первый пункт на встречку чуть не поехала нормально но женщина первый пункт как я уже говорила это сбрасывание балласта это ключевое то есть что мы должны сейчас осознать мы должны осознать уже я кстати смотрела много сейчас всяких дядек многих проходит каких-то таких конференции да где люди обсуждают вопрос того что делать большие и уже однозначно понятно что все это быстро не закончится ну то есть это не то что нам нужно потерпеть до 3 апреля и все будет как было нет а сейчас мы начинаем двигаться вниз и нужно понять что сколько будет это свободное падение никто точно не знает соответственно нужно сбросить балласт и максимально убрать жирок для того чтобы вы могли выжить ну немножко неправильно да вот ну сама сама подача смотрите вот представьте что мы все стоим на берегу океана и вдруг видим такая огромная волна на нас катится на нас сейчас такая волна огромная и подняли все во всемирном масштабе ту волну раздули подняли и она огромная на нас на всех катится и здесь есть две стратегии принципиально отличающихся друг от друга первая стратегия хватать свои шмотки в охапку и быстрее бежать но понимаете волна такой мощи что просто убежать некуда она накроет весь материк все она накроет всю сушу на самой высокой горе от нее практически не скрыться накроет всех уже накрывает уже накрыла да вот и есть вторая стратегия представьте что вы стоите с доской для серфинга на берегу и вы этой волны на самом деле ждете вы ждали на всю жизнь ждали когда же наконец для вас это такая волна пришла это я ругаться про и простите да сейчас она поматериться такая волна потому что ребят такие волны бывают редко редко такой мощи такой силы и на нее можно вскочить и катиться очень долго и очень мощно взлететь на этой волне вопрос в том что вы выберете убегать от нее или бежать ее навстречу оседлать эту волну сегодня нужно оседлать эту волну найдите способ и что я хочу сказать я об этом уже неоднократно говорила что если вы маленький предприниматель удивительно но оседлать вам ее будет легче потому что вам вскочить на доску нужно меньше времени поэтому первым делом нужно понять что еще можно сбросить чтобы на эту доску не вскакивать тяжелым о чем идет речь первый момент например это то что касается там вашего офиса уже огромное количество больших бизнесов перешли на home офисы да то есть сотрудники перешли в домашний режим и я уверена что после этого в принципе поменяется модель и очень многие так и останутся на домашних офисах на удаленке очень многие будут и вы должны понять что если у вас есть офис если вы можете без него работать вы должны с него съезжать если вы не можете без него работать да например вас там салон красоты еще что-то вам нужно уже сейчас проговаривать все моменты связанные с арендой не просто не платить сейчас но вы же заработаете но вы все равно если будете платить прежнюю арендную ставку то скорее всего все равно пролетите потому что время как бы изменилось сейчас и будет непросто как минимум вам нужно будет вылезти вот из той петли до которую вы сейчас в яму упадете курс доллара поднялся у вас закупки какие-то будут ваши цены взлетят ну короче масса будет всех моментов поэтому об этом нужно думать уже сейчас они когда-то потом второй момент это сотрудники огромное количество компаний больших массово сокращают людей мы можем 300 тысяч раз говорить какие они сволочи но они попросту спасают свой бизнес нету вариантов не могут закрыться рестораны и всем официантам всей кухне до повара будут продолжать выплачиваться зарплаты аренды но нету таких подушек безопасности у компании поэтому для того чтобы потом хоть как-то всплыть сейчас вынуждены всех отправлять в отпуск за свой счет и никак иначе вы можете быть конечно человеком гуманным и так далее и так далее но вы потонете вы должны выбирать сейчас кто будет из вас точно жить вы или а все люди вот такой же жесткий выбор ты согласен с этим но я считаю что вот кризисы они очень классная штука они когда возникают когда мы обрастаем жиром знаете мы становимся такими обрастаем жиром сами не понимая как это произошло ну как человек обрастает он сел пирожок да вроде бы ничего не случилось он съел тортик вроде ничего не случилось потом еще что то он съел а потом уже смотришь и на тебе лишних 20 килограммов и уже думаешь да уже пофиг уже можно жрать потому что вот обрастаем ненужными людьми ненужными офисами ненужными процессами ненужными разными затратами и все это вот это вы приводит в конце концов кризису потому что мы тратим больше чем зарабатываем вот и кризисы наш бизнес прости превращается в то чтобы выплатить всем зарплаты до всех как бы накормить а сами очень часто остается много людей которые работают в холостую то есть они как бы делают какие-то процессы но по факту не создают никакой ценности и вот кризис этого это такое время очищения когда все что несут не имеет ценности она просто смывается уходит да и мы вот этот же вынуждены просто нас вселенная заставляет это сбрасывать ну тут деваться некуда иначе бы наш мир не с ним не смог бы дальше развиваться для того чтобы мы могли развиваться брать новые высоты нам нужно освободиться от лишнего нам нужно стать более эффективными более классными да более быстрыми более креативными сильными и тогда вот вселенная нас хочет видеть такими поэтому она создает эти кризис соответственно сбросив все что только можно оптимизировав все что только можно мы должны остаться максимально жилистыми такими знаете вот тут прокачки я вижу прокачки и мы переходим соответственно ко второму вопросу что сбросив все это нам нужно повернуться теперь лицом к своему продукту и ответить себе на вопрос насколько сегодня в данной ситуации мой продукт нужен или каким образом я могу его оптимизировать чтобы он был нужен да ну то есть например история по поводу салонов красоты уже понятно что вот у меня корни которые нужно красить и мне говорит извините наш салон не работает я не знаю продавайте мне краски в тюбиках с рецептурой с мой салон до выдвигаете если вы сами боитесь там наказаний каких-то приезжайте на дом салоны выездные делайте студию это мне кажется пример прошлого мышления то есть люди еще они как бы не поняли что надо перестроиться потому что есть клиент который готов платить который хочет они говорят извините у нас карантин типа ну до свидания вот я вам о чем говорю вы должны посмотреть на свой бизнес и понять каким образом возможно ли его перестроить в нынешние условия и актуально это для смотрите как раз время пришло для нового клиента то есть это вернее для нового до новый человек может взять клиента вот клиент освободился прямо сейчас таких правда а да освободилась отвратительно я вам хочу сказать то что я освободилась и вы действительно можете получить новых клиентов потому что например мастера мои говорят извини пожалуйста да мы тебя там взять не можем домой к тебе приехать но это как-то негуманно и так далее вот это еще сейчас негуманно через месяц когда закончится все бабло начнется драчка и срачка по этому поводу поэтому решайте это сейчас и соответственно свой бизнес нужно посмотреть вот с позиции того как его можно перекроить учитывая да какие новые проблемы появились у вашей аудитории и возможно ли это вполне возможно что-то вы делали например обручи бисером которые сейчас на данный момент хоть блин обкакайтесь вы их не продадите они нахрен сейчас никого не уже они может не сильно нужны были тогда но хотя бы люди куда-то ходили вы коллаборировали с какими-то салонами там да ну занимались этим сейчас нет может быть сейчас гораздо будет выгоднее если вы научитесь делать антисептики ну руками если вы хендмейдер я условно говорю то есть нужно на свой бизнес посмотреть почему потому что если сейчас ваша услуга не нужна или вы ее ждете что она не нужна но я не могу ее оказывать она нужна вот в туристическое туризм оказываете и вы сидите и будете ждать то вы дождетесь только того что вы полностью прогрите вам обязательно нужно найти момент куда вы перестроитесь то что если вы не перестроить если например вы будете говорить ну обручи же они же как бы да ну и тогда и сейчас самое самое дурацкое это говорить я всегда так делал и я дальше буду так продолжать делать вот самое идиотское вы поймете что вы просто ну вы вы опуститесь ниже плинтус, а потом пойдете мыть полы. Многие сейчас скажут, а что же нам делать? Естественно, дайте план. Всегда такие люди. Дайте план конкретный. Во-первых, если вы спрашиваете, что же вам делать, то вы не предприниматель. Вам просто-напросто нужно идти искать работу. Потому что предприниматель, он ищет решение. То есть мы вам не можем дать решение. Мы вам можем дать только... Пищу для ума. Пищу для ума. Но решение вы находите всегда в данной конкретной ситуации, исходя из тех ресурсов, которыми вы обладаете в данный момент. Исходя из себя, кто вы такой, где вы находитесь и так далее. Нет универсальных рецептов, к сожалению. Или к счастью. Но давай все-таки вернемся к действиям. Смотрите, сейчас к чему мы возвращаемся? Мы сейчас возвращаемся к сообществам. То есть у нас мы с вами работали какое-то время. Вот я, например, работала, записывала видеоролики. И вот вас собралось тут 50 с лишним тысяч человек. Вы мой капитал на сегодняшний день. И там еще 50 тысяч у меня в Инстаграме. Вот там 100 тысяч людей. Это мой капитал, с которым у меня есть уже какие-то отношения. То есть вы уже условно что-то обо мне знаете, меня видели. Такой же капитал... Давай продадим скорее. Такой же капитал есть у вас в лице ваших клиентов. И первые, с кем вы можете и должны сейчас не автоматизировано, а вот так вот вручную, это позвонить и сказать, Олечка, здравствуйте, вот мы украсим вас. Вы у нас в салоне, но салона сейчас нету. Но я ваш мастер, Катя. И я переживаю за вас. И я имею то-то, 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 то-то. Оль, хотите, я приеду, покрашу вас дома? И это решение проблемы на самом деле. Или придите в салон, мы с черного хода откроем потихонечку. И вас там... И это для меня будет потрясающим, классным решением. Вы меня не просто не потеряете как клиента, вы меня вообще приобретете навсегда. Потому что я пойму, что сейчас у нас есть особенные отношения. Вы меня не бросили в этот момент на те услуги, которые мне необходимы. Это касается абсолютно всего. Ваши клиенты по-прежнему будут покупать какую-то одежду, какую-то еду. То есть, скорее всего, если, повторюсь, у вас не супер какая-то услуга, которая редко вообще нахрен кому-то нужна. Вот если вы продаете часы, да, мы с Сережей обсуждали эту тему, это сильно сложнее. И вообще, я не знаю, кому часы в принципе нужны в обычной жизни. Наверное, вот я сам, мне сложно рассуждать. Но как их продавать сейчас и зачем? Вообще непонятно. Потому что перестройся в ту полосу, здесь ямы сплошные. Вот, тут везде ямы. А мы на троечину въехали. Вы написали мне, что троечину из меня не выведешь, Серега решил меня тут оставить, привезти и бросить лес. Вот, соответственно, сейчас начинается момент личных тесных контактов. Не забывайте о том, что сейчас жопка она у всех. И у ваших партнеров, вообще у всех. Соответственно, вы можете каким-то образом... Вот смотри, не жопка. Это волна, классная волна, которую можно либо... Это у меня волна, а для многих это жопка. Так вот, просто повернитесь другой стороной к этой волне. Он очень правильно говорит. Но я говорю о том, что сейчас все люди очень податливы. То есть сейчас, вы знаете, когда, например, один голоден и все остальные сыты, тогда сложно договориться. А когда все находятся в одной истории, на одной плоскости, то вы, в принципе, либо строите лодку и запрыгиваете туда вместе, либо кого-то топит. Поэтому вы можете предлагать людям лодки. Вы можете каким-то образом смотреть, как вы можете друг другу быть полезны и выплывать вместе. И тут есть третья история, о которой я расскажу в следующий раз, потому что она обязательно должна быть отдельным таким блоком. Что ты думаешь по поводу вот этого общения тет-а-тет со своим клиентом? Нужно использовать сегодня все, что можно. Нужно искать возможности. Понимаете, возможностей, когда такое происходит, очень сильно много возможностей. Когда море гладкое, все лежат на пляже, у всех, все заняли свои места. И ты никого с этих мест уже не сдвинешь, понимаешь? Есть множество компаний на рынке крупных, которые заняли свои, оградили эти территории. И тут такая волна накатывает, и все это нахер слетает. И все освобождается, понимаете? Все освобождается, и ты можешь занимать любые места. Вопрос в том, где ты в этот момент будешь находиться. Либо ты будешь убегать от этой волны, либо ты просто на нее вскочишь. Подожди. Подобные силы, я сейчас думаю, когда была волна подобной силы? 90-й год, когда развалился Советский Союз, была волна такой же силы. Множество людей страдало, но тогда все олигархи пошли оттуда. Вот оттуда все богатства начали наживать и так далее. Потому что люди просто эти возможности искали, они их находили. Какие сейчас возможности открываются? Их масса просто. Ты, кстати, очень прав. Потому что я была еще маленькая в 90-х, когда вот это вот было, кто-то миксеры пошел продавать. Страшно представить. Представьте, что это был Советский Союз, где люди жили, они вообще не были такими свободными, как мы. Они даже не знали, у них их мышление было. Они привыкли работать работу, получать зарплату. На заводах половина была, там, государственные служащие, вы представьте, что вы библиотекарь. И тут, когда все пошло, кто-то пошел, блин, быть приличным человеком, переждать. А кто-то поехал куда-то там, рискуя, их могли посадить. В Турцию ездили там, не знаю, за шмотками. Миксеры продавали на рынке и так далее, и так далее. Если вы сейчас не видите возможность, то это только две причины есть. Первая, вы ленивы, вы не хотите думать, вы надеетесь, что вас как-то, вот за вас это, да, произойдет, поиск для похудения наденут, и я как бы похудею. И второе, Сергей правильно сказал, вы ни хрена не предприниматель. И это тоже нужно понимать. Поэтому качайте сейчас свой мозг максимально и думайте, что вы можете делать. Вот вам задание накидать минимум 10 гипотез того, что вы сейчас можете делать. Когда вы прописываете план, что бы могло сработать, никто не скажет вам, что сработает. Но, как уже говорили, однозначно через неделю, 2-3 вы будете видеть, что уже сейчас появляются новые предложения. Уже сейчас оффлайн бизнес, переводим в онлайн бизнес. Каждый что-нибудь начинает придумывать. Вот ваша задача сейчас быть первым в своей нише. Откройте глаза, распахните, да, дайте все войти в эти возможности, найдите их, увидите, они вокруг вас находятся. Увидите страхи людей, которые сейчас есть. Увидите, чего сейчас не хватает вашей конкретной аудитории, с чем у них проблема. Позадавайте им эти вопросы. Лично позвоните в своей базе клиентов и спросите, как я вам могу быть полезен. Ведь если вы, например, шьете шмотки или вы там что-то готовите, вы должны понимать сейчас, вот у тех людей, которые у вас раньше покупали, у них сейчас в этом потребность есть. Может, они вам скажут в телефонном режиме, ты знаешь, мне сейчас вот это нахрен не надо. Но если бы ты делал вот это, то тогда бы точно да. Вот если бы ты мне приехал домой, покрасил краской волосы, прям вообще зашибись, как было бы клево. Вот сейчас момент переходить к ручному управлению по максимуму, ну, лично брать руль в свои руки, да, в своего бизнеса. И погрузиться во все процессы, все проверить лично, как они работают. Потому что многие, множество процессов, которые у вас есть, они сейчас просто уже не нужны. Ну, уже все, отпало в них необходимо. И в следующем видео я хочу поднять тему, что делать тем людям, первые, которые оказывают только какую-то одну услугу, будь это СММ, там еще что-то, и сейчас думают, блин, что с этим делать. Потому что продать это будет все сложнее. Это первое. Я расскажу вам вообще о тренде того, как сейчас будут строиться взаимоотношения. И второе. Я расскажу, что делать тем людям, которые классные, которых сейчас массово сокращают и отправляют в отпуск за свой счет. Потому что первая мысль, которая будет появляться, это создать какой-то свой новый бизнес. И вы в этом точно прогорите. Ну, 95% людей прогорят точно, можете рисковать. Поэтому в следующем видео мы с Сергеем разберем эту тему. Мы сегодня ее активно обсуждали. Это однозначно надвигающийся тренд. Он будет так строиться. Он уже строится таким образом в нашей компании. Так что я думаю, что завтра мы выпустим это видео. Или послезавтра. Это у нас только много видео. И мы вам обязательно об этом расскажем. Пишите, пожалуйста, свои вопросы. Подписывайтесь в Инстаграм. Делаем там прямые эфиры для того, чтобы быть с вами максимально в мобильной связи. Ну и все, ребята, будет зашибить. Ловите волну. Ловите свою волну. Я свою точно в этот раз никому не отдам. Огонь. Пока.